Пожалуй, самые глобальные работы идут в детском саду «Улыбка». Там капитально ремонтируется кровля. Вместо плоской к сентябрю будет возвышаться шатровая. Аукцион на проведение работ выиграла архангельская фирма «Стройтек», а субподрядчик – котловская компания «Рэмстрой». К делу рабочие приступили неделю назад, 24 июля. Начали частичная разборка крыши, вентиляции. Тропеты уже выложены на сегодняшний день. На этой неделе будут выложены все фронтоны кирпичные. Со среды завозится уже пиломатериал. Начинаем делать стропиловку, крышу. Сумма контракта – 15,5 миллионов рублей. Финансирует работы местный бюджет в рамках программы развития образования в Котласе на 2014-2018 годы. Расчет с подрядчиком будет производиться в два этапа. В текущем году он получит 4,5 миллиона рублей и 11 миллионов в 2015. Условия рассрочки с этим и остальными подрядчиками обговаривались заранее. Мы сейчас со своей стороны тоже выезжаем в наше учреждение, как бы отсматриваем работу, где-то встречаемся с подрядчиками, если есть такая необходимость. Вот буквально вчера мы встречались с одним из подрядчиков. То есть, если есть какие-то моменты, то мы их стараемся решать всегда в рабочем режиме. Работой подрядчиков довольна и заведующая детским садом «Улыбка» Светлана Осокина. Претензий к «Ремстрою» нет. Ведь, чтобы успеть в срок 1 сентября, рабочие бригады трудятся на крыше целыми сутками. Главное, чтобы погода не подвела. Работы очень много. Они приступили с энтузиазмом. Обещали нам, что все закончат до 1 сентября. Видно, на глазах очень быстро все делают. Старые ломают, новые кирпичи кладут. Помимо ремонта крыши, уже на хозяйственные нужды город выделил улыбке 91 тысячу рублей. Эти деньги пошли на замену линолеума на первом этаже, окон на лестничных маршах, установку металлической двери на пищеблоке и защитных экранов на отопительных приборах. На свои кровные доходы от предпринимательской деятельности в детском саду произведен монтаж охранной сигнализации. На это ушло 99 тысяч 200 рублей. И установлена кнопка вывода сигнала в пожарную часть. Это еще 28 тысяч. Необходимо отметить, что достаточно большая сумма средств выделяется учреждениями за счет внебюджетных источников. И вот по тому анализу, который мы проводили, более 4 миллионов рублей сами учреждения выделяют именно на подготовку к новому учебному году. Не менее масштабный ремонт прошел в детском саду Теремок. Здесь всего за месяц котловские подрядчики компании «Чероид» провела сразу несколько серьезных реконструкций. Прежде всего внутренних систем горячего, холодного водоснабжения и канализации. Апгрейд прошли все трубы, начиная с подвала и заканчивая вторым этажом. Кроме того, в туалетах полностью обновлена сантехника. Заменена кафельная плитка. Большой ремонт была замена сантехнического оборудования на пищеблоки. Была положена напольная плитка во всех туалетных комнатах групп, общих туалетов и также была заменена плитка на пищеблоки. На проведение этого этапа работ городской бюджет выделил детскому саду Теремок 1 миллион 887 тысяч рублей. Еще почти 917 тысяч было направлено на капитальный ремонт дополнительной 12-й по счету группы. Она откроется к 1 сентября для детей от 3 до 4 лет. Здесь полностью проведена перепланировка, выкрашены стены, вставлены новые пластиковые окна, металлическая дверь, новые светильники, новая сантехника. Я думаю, что детям, которые с 1 сентября поступят в эту группу, здесь будет комфортно. Это помещение изначально было детской группой, но в 90-х, когда рождаемость пошла на спад, комнаты перепрофилировали и открыли в них музыкальный зал и изо-студию. Как мы сейчас будем выходить из этого положения? У нас по проекту стоял спортивно-музыкальный зал. То есть у нас в этом году, конечно, возникают сложности с расписанием занятий, чтобы всем было удобно и комфортно заниматься и физкультурой, и заниматься музыкальным развитием. Если с воспитателем по художественному труду там попроще, то есть она будет ходить по группам и в группах совместно с воспитателями будет оказывать услуги по обучению детей изобразительной деятельности, то здесь просто придется воспитателю по физической культуре и музыкантам делить вот этот спортивный музыкальный зал. Небольшой дискомфорт, безусловно, растворится в море позитива, ведь у 18 очередников наконец-то появится возможность пойти в детский сад и общаться со сверстниками, а их мамы смогут вернуться на работу. Сентября в детском саду «Искорка» откроется еще одна дополнительная группа для детей от трех лет. На то, чтобы привести ее в порядок, город направил 1 миллион 300 тысяч рублей. Еще 1 миллион 283 тысячи выделил на оснащение двух новых групп оборудованием. Надо отметить, что именно в открытии новых групп участвует еще и федеральный бюджет. Буквально вчера нам пришло соглашение с Министерством строительства Архангельской области. И они нам выделяют на приобретение оборудования для открытия новых групп 1 миллион 56 тысяч рублей. В целом на подготовку детских садов к новому учебному году местный бюджет выделил без малого 13 миллионов рублей. В том или ином объеме ремонты прошли и продолжаются на всех 27 дошкольных учреждениях Котласа и Вычигодского. Средства пошли на открытие двух дополнительных групп. Капитальный текущий ремонт кровель, модернизацию систем горячего, холодного водоснабжения и канализации. А еще на замену окон установку ограждений систем видеонаблюдения, приобретение оборудования и мебели.